Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня немножко расскажу и покажу работы Каспара Давида Фридриха. Немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии, наряду с Филиппом Отто Рунге. Среди его последователей классик норвежской живописи Юхан Кристиандаль. Данные я беру из википедии, практически зачитываю, набрал картин. Вот смотрите, а я пока расскажу, что удалось найти. Родился в семье Маловара. В молодости лишился большинства родственников. В 1790 году получил первые уроки рисования. Учился изобразительному искусству в Датской Королевской Академии Изящных Искусств Копенгагене. После возвращения из Дании путешествовал по различным городам Германии, пока не обосновался в Дрендене. Сблизился с кружком романтиков, включавших Тика, Навалиса, фон Клейста, а также Рунге. В 1810 году познакомился с Геттер, а в 1821 с Жуковским был дружен, находился в хороших отношениях. Находился в близких отношениях с норвежским художником Юханом Далем, оказал большое влияние на его творчество. Любил путешествовать по саксонской Швейцарии. До 1807 года работал исключительно в технике рисунка. Затем обратился к масляной живописи. В 1810 году к живописцу пришел публичный успех. Пейзажные дали, загадочно-молчаливая природа и символы сверхреального бытия. Сила красок достаточно звучная, туманы, закатное небо, рассветные дымки. Каспар Давид Фридрих представлял собой художника-пейзажиста романтического направления. По его словам, его пейзажи не были точными изображениями воздуха, воды, скал и деревьев, но были отражением души и эмоционального наполнения этих объектов. Для Фридриха природа была носителем глубоких религиозных переживаний и часто приобретала символические значения. Он использовал пейзаж как средство отобразить свои глубокие эмоциональные переживания, которые напоминали манеру письма его предшественника и земляка Альпдорфера, жившего тремя веками ранее. С 1824 года был профессором в Дрезденской академии художеств. В 1835 художника разбил паралич и с тех пор он больше не работал масляными красками, ограничиваясь небольшими рисунками сейфи. Скончался в бедности в 1840 году в Дрездене и только в 20 веке его искусство, забытое, привлекло внимание. Вот все, что мне удалось найти о немецком художнике, который был одним из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии Фридрих Каспар Давид. Пока-пока, смотрим работу. До свидания.